Итак, мы в прошлый раз начали рассматривать электрикой системы и частиц фантовых механиков. Я напомню, что нечего по системе округа одинаковых частиц. Но, тем не менее, фантовая механика специально, говоря о фантажистом, одинаковых частиц, понимая под этим то, что фантовая механика отсутствует понятной траектории и возможности снижения за движением каждой частицы. А отсюда следует еще один принцип неразличимости частиц фантовых механиков. Вот принцип тождественности и принцип неразличимости частиц. Ясно, что этот принцип отвечает квантно-механическое устройство многочастической системы одинаковых частиц от классической системы одинаковых частиц. Вы с вами сказали, что на самом деле, если учесть, что фанат от Габбинтона системы одинаковых частиц не меняется при перестановке любой частиц или при любой перестановке. Отсюда следует, что перестановочные свойства ондовой функции системы многих одинаковых частиц не меняются в процессе движения, то есть со временем. Отсюда следует закон сохранения перестановочной симметрии. Ну а мы с вами ввели два типа перестановочной симметрии. Это перестановочная симметрия, типичная для частиц, которые мы назвали бозоны. Для них волновая функция системы многих частиц не меняется при перестановке любых двух частиц местами. И волновые функции системы фермионов, которые меняют знак при перестановке любых двух частиц местами. Ну, кстати, надо сказать, что перестановка частиц местами не эквивалентна перестановке набора квантовых чисел. Набора квантовых чисел. Вот это тоже надо иметь в виду. Далее мы ввели с вами два оператора симметризации и антисимметризации, которые фактически позволяют вам соответственно симметризовать или антисимметризовать многочастичные волновые функции. Ну, кстати, эта процедура, она, в общем-то, работает не только в фантомеханике, так как оператора можно использовать и за пределами квантовых механик. Я напомню, что оператор симметризации, мы его обозначили, это просто сумма всех перестановок в системе N частиц, то есть сумма N факториал различных перестановок. Оператор антисимметризации это сумма таких же перестановок в факториал, но взятых со своей фазой, минус-видится в степени фаза, то есть плюс или минус, в зависимости от того, чёртная перестановка или нечёртная, на саму перестановку. Ну, а дальше мы просто пользуемся тем, что парная перестановка P1-2 на S дает снова вам S, а парная перестановка на A дает минус A. Отсюда, фактически, мы можем утверждать, что если у вас есть некая функция системы одинаковых частиц, которая не обладает определенными перестановочными свойствами, то вы её можете с помощью этих операторов либо симметризовать для бозона, либо антисимметризовать для фермеров. Ну, вот давайте рассмотрим конкретный пример системы. Ну, скажем, возьмём для начала систему невзаимодействующих частиц. Система невзаимодействующих частиц описывается гаммитонианом, я его обозначу H0. Это просто сумма по всем частицам так называемых одночастичных гаммитонианов, то есть одночастичных операторов гаммитоза. Здесь H, это минус H квадрат на 2F оператор Лапласа, плюс VOTR, потенциальная энергия. Это одночастичный оператор гаммитона. Ну и понятно, что если в системе у вас нет взаимодействия, то полный гаммитониан — это просто сумма, одночастичный гаммитониан. То есть это такой оператор аддитивного типа, конечно. Далее. У оператора H маленькое мы по предположению знаем спирт, собственные значения и волновые функции. То есть мы знаем решение уравнений. H фи от R равняется епсилон, энергия одночастичная, фи от R. Ну надо как-то, вообще говоря, различать нам решение этого уравнения. То есть вот у фи писать индекс. Ну ясно, что если оператор гаммитона H имеет дискретный, не выраженный дискретный, достаточно одного индекса. А если дискретный выраженный, то начинаем пару индексов писать и так далее. В дальнейшем будем одночастичное состояние различать. Ну правда вот всегда проблема возникает. Вот видите, я индекс I уже занял на номер частицы. А индекса всегда не хватает. А вы популярны? I, J, K, K я тоже занял, так? L идет дальше. Ну или у нас занято вообще как орбитальный момент. Дальше идет M, но M занято как проекция орбитального момента. Дальше идет N. Ну это у нас обычный номер, ну, узла в решетке, скажем, да? I, K, M, N, O. O, O. Но O нигде вообще не занято. И странно вообще что-нибудь обозначать буквой O. Ну не принято вообще. Ну что она на долик похожа. I, K, M, N, O. А крестности обозначе к И. Чем. Ну конечно, крестности. I, K, M, N, O, P, R, C, F, 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 FFF. Вот видите, как проблема. A, Dota 8. L, B, C, M, N, F, G, F, 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 F. здесь конечно как это не перестановки это просто индекс который указывает на одночастичное состояние как на решение то есть это собственная фига это собственная функция оператора каминтона она частично соответствует собственное значение эфилон к кстати обратите внимание дальше у нас здесь видите номера частично меняется значит у нас все пойдет индекс р и вот здесь на любую может быть так и родина 2 3 5 10 но будущем еще здесь будет индекс водить который будет соответствует нумерации частицы нумеру частицы то есть дальше мы будем писать это просто фи к вот и и это община правильнее почему потому что на самом деле кроме обычных пространственных координат волновая функция может зависеть от спиновых координат всех из-за спиновых других каких-то там насчет координат поэтому здесь буковка и будет указывать на все координаты пространства не спит а нижняя к это указывает одночастичное состояние итак поехали дальше решение уравнения гаминтона полный но мы с вами все время показывали что если у вас гаминтоньян или если вернее оператор представляет собой сумму двух коммутирующих операторов то собственная функция такого оператора может быть представлена в виде произведения собственных функций слагаемых а собственно значение сумма собственных значений слагаемых другими словами могу утверждать что решение уравнения аж 0 на все здесь я пишу 12 и так далее это координаты частиц равняется е все 12 и так далее вот такой уравнение нам нужно решить согласно этой простой теоретке если у вас а что не имеет аддитивный вид и все слагаемые коммутируют друг с другом а они сильно все коммутируют почему а потому что эти операторы действуют на разных на кардиант разных частиц то тогда значит psy может быть представлена в виде произведения в виде произведения одночастичных функций ну кстати функции туда много одночастичных виде ката меняется что-то предполагает предполагает что в системе не взаимодействующей частиц каждая частица может находиться в разных состояниях но поскольку сколько они не взаимодействуют не коррелируют значка бы до друг друга то это станет любыми и поэтому я напишу так это произведение фи к 11 фи к 22 ну и так далее фи к н н вот здесь надо обратить внимание ведь у меня теперь внимательно смотрите скобка это номер это координаты но указывающий на координаты данной частицы то есть это номер частицы естественно набор координат а нижний индекс который я вообще-то говоря ведь и могу заменить просто капли убрать даже и вот фи один это некая волновая функция для первой частицы фи 2 скажем некая волновая функция до частичных для поручить и так далее вот можно записать собственную функцию оператора шноль ну легко проверить что действительно будет собственной функции только рада подействуйте вот этой суммой на произведение у вас каждый слагаемых суммы будет выбирать здесь из этого произведения свою функцию только на нее будет действовать через все остальные функции оператор может просто будет проносить ну а собственное значение и это просто будет сумма по состояниям как какие-то эпсилон к это то есть все просто обычные энергии я сложу и получу естественно полную энергию очевидно для системы не взаимодействующие частицы вот эти простые очень простые соображения они вообще говоря лежат в основе я сказал основе описания системы почему во первых приближение не взаимодействующих частиц но и самых можно просто самое популярное приближение в теории систем многих частиц ясно что в этом случае у вас взаимодействие между частицами выступает воли возмущения можно это так делать или нет говоря о взаимодействии как возмущение ну это вопрос интересный большой почему потому что часто взаимодействие между частицами у самого одного порядка с теми эффектами которые сидят вашу физической энергии потенциальной то есть частичными например атомы возьмите за ватами у вас взаимодействие между электронами ватами но часто по величине согнима со взаимодействием каждого летом скажем синдром были скинтической энергии летом но тем не менее несмотря на это в теории систем многих частиц чаще всего принято стартовать с приближения независимых частиц и вот это парадигма во многих случаев помогает и работать даже в ситуации когда у вас взаимодействие сильными частицами почему ну во первых потому что теория возмущения можно останавливаться на первом приближении мы можем учесть достаточно сильное взаимодействие но для этого нужно двигаться дальше там смотреть еще 2 3 5 приближения не очень вдохновляет но есть правда так называемый не петту по русски очень трудно нет нет не пертурбативный методы учета возмущения в частности не пертурбативный то есть не связанной с теорией возмущения для как просто не возмущенческие методы перевести ну так по вот смотрите вот эта функция до сих пор она является собственной функцией оператора системы многих частиц и взаимодействующих но вы до сих пор ни слова не сказали о перестановочной семьи и потом что-то за частицей массовый фермион пока для нас это все равно я в том что когда мы говорим бозон или фермион как раз отличаются стены которые описываются симметричными или антисимметричными функциями перестановки частиц а мы здесь вообще говоря об этом не задумывать ну действительно возьмите переставьте в этом произведении переставьте ну скажем первую вторую частицу местами переставлю ясно что если у вас и они как бы не совпадают то новая функция это новая функция которая вообще говоря не как не равна или вернее не отличается от старых по знаку или еще не совпадать с ней только случай если к 1 и к 2 одинаковое состояние ну тогда конечно переписано в частиц один на функции не изменится ну так как должно быть для бозонов скажем так кстати для бозонов интересно сразу такое можно сделать вывод представьте себе что все частицы находятся в одном и том же одночастичном состоянии ну скажем в основном состоянии то есть состояние среднейшей энергии для бозонов это пойдет почему в этом случае все к 1 к 2 к 1 одинаковые все функции на частично одинаковые при перестановке частиц местами функции не изменится как и должно быть для системы бозонов вот такое состояние когда все бозоны находятся в одинаковых одночастичных состояниях называют позы конденсатор музыку конденса правда в этом случае имеет ввиду что все они находятся в основном энергия для частичного состояния то есть состояние с наинизшей энергии эпсилу музыка на за ну слово когда за даже в русском языке это предполагает что-то комиссируется куда-то так падает низкий там все сканденсировать нельзя как у вас у меня по крайней мере слово конденсат с этим связано выпал конденсат у нас говорят куда-то раз и а дальше не буду уже как бозы конденсат чаще всего связан с тем что все частицы все позоны находятся в одном и том же низшем по энергии состоянии если что это состояние будет соответствовать и низшему более состоянии всей системы а не только отдельно частиц ну а с фермионами но с фермионами такое не пройдет почему потому что для фермионов волновая функция должна быть антисимметричной по перестановке любых частиц если все они находятся в одном и том же состоянии функция симметрична без того чтобы быть антисимметричны все то есть для ферми частиц для фермиона после конденсат в само слово нет и все частицы фермион не могут занимать обновить уже значительное состояние но вы вспомните принципа улли но сейчас до принципа пауле найдем и так в любом случае возникает проблема симметризации для бозонов либо антисимметризации для фермионов подобного рода произведений так вот давайте рассмотрим эту процедуру я покажу что с помощью операторов симметричной записи мы можем эту задачку решить при судить на что нужно сделать нам нужно новую функцию найти новую функцию вместо вот этого произведения но она должна быть симметричных либо звонок либо антисимметричных для фермионов но самое главное она должна остаться собственной функцией оператора гаммит в наш но с тем же самым собственным значением а то мы все общее говоря порушим и так я по функцию произведения обозначу все для системы бозонов это будет не симметризованная функция а для системы фирменов не антисимметризован ну рассмотрим бозоны и так эта функция для бозона будет не симметризованная так вот я перехожу в новой функции которая обозначена так во первых виду множитель нормировки это дальше оператор симметризации и все не антисимметризованные способ подействуя на это произведение оператором симметризации ну ясно что оператор симметризации мне сразу вместо одного произведения n факториал сумму n факториал произведения ну и да да конечно ввести нормировочный множитель конечно очевидно и так ну это кстати нормировочный множитель можно обозначить это с ну что потом не путать нам его с это а для фирмена проверим будет ли эта функция а симметричные по отношению перестановки любых двух частей 2 будет ли она собственной для оператора шноль с тем же самым собственным значением е что и несет не симметризованная функция проверяем и так действие оператора перестановки прийдет на дайку сюда я обозначу все с симметричные функции на все с равняется это с это число при ее туда любая перестановка на оператор симметризации все не симметризованные равняются ну а дальше учтем что есть оператором перестановки любым двух частей на оператор симметризации дает оператор симметризации поэтому п и й на с это снова с и результате мы снова получаем си с то есть доказательство очень простое ну а теперь давайте посмотрим относительно собственные значения оператора наш 0 на новой функции она сложная без повторя одного произведения мы имеем н факториал теперь слагаем н факториал произведений в которых кстати которых вот эти вот номера частиц просто каким-то образом переставлены проверяем проверять вообще сильно не надо почему потому что оператор коммутирует с оператором перестановки мы с вами показывать с любой перестановки коммутируют ну а значит он будет коммутирует с оператором симметризации потому что оператор симметризации просто все перестановки включает то есть я могу написать вот такое соотношение аж 0 и п вернее с кому-то праве нулю то есть а что лес можно переставлять почему потому что аж ну и любое ты как можно переставлять местами из исходя просто из того что оператор габбитона инвариант относительно любой перестановки ну а что посвящая вот поставьте сюда вместо пси не они не симметризованный да вместо все нс пси с подставьте но потом начинаете действовать оператором h0 и так аж 0 действуя на си с что нам дает множество нормировки вытаскиваю дальше h0 оператор симметризации и все не симметризованы переставляем местами h0 и с и так это с с h0 на пси нс но h0 на пси не симметризованы и симметризованные функции ну вот она расписана это е и так равняется е вытаскиваю число за скобочку вернее вперед дальше это с ну а здесь останется у меня с на пси нс ну и все это равняется фактически пси нс все это равняется е на пси с ну то есть мы видим что h0 на пси с равняется е на пси с то есть новая функция просто является по своему функцию оператора граммином тем же сам собственным назначением тут очень важно это очень важно то есть мы сохраняли и основное свойство волновой функцией оставаться собственной функцией являться собственную функцию пера торгово метод с определенным сопротивления при операции связи ну то же самое можно и с операцией формистрализации давайте для ферме онов про дело ну кстати видите с фирменами то мы как бы чаще общаемся до того и после того то есть я не его до нашего раздела и после чего то что с электронами мы чаще работы с протонами нейтронами со школы знакомые объекты и все фирме он и не спина на вторая кстати я упустил очень важный момент я в том что мы с вами ввели представление об озонах и фирмеона но ничего не сказали о значение спина для тех и других частей так вот можно считать опытным фактором что все обозоны имеют целый спин и все фирмеоны полуцелый спин можно считать опытным фактом что все вазоны имеют целый спин все базовы все фирмеоны полуцелый спин я так в рамочку отведите то есть электронные протоны нейтроны спина на вторая это обозоны видите вот я хотел сказать что с бозонами то мы не так часто общаемся ну позволь на какие частицы в нашем мире где мы про элитарные частицы на всякие составные части я не знаю ничего но для нас в роли позона выступает только так называемые квази частицы это фаноны фаноны квантоколебаний исторических решеток это магноны квантоколебаний спиновой под системы решетка ну правда с одним типом вазонов мы сталкиваемся как только открываем глаза это фотоны потом вспомните фотоны описываются векторной функции но с каждой векторной функции мы связывали спин единицы также погло написано цветом также ли фаноны описываются векторными функциями вот и все эти частицы потоны и фаноны в определенном смысле можно называть квали частицами хотя потом все-таки чаще в базе частицы не называют ну это подчеркиваю тот факт что потом это эффективная частица который мы описываем коллективные колебания на самом деле то есть вот те самые как вас называют ну когда вот вы рассматриваете каждый атом осылятор когда рассматриваете систему осыляп вроде а вспомнить нормальные колебания то есть каждым батонам вы связываете нормальные колебания это коллективные колебания точно так же и для возможности итак фермионы короче говоря для нас более привычек потому что это электроны электроны и так поехали пусть у меня теперь системе фермионов вот я пришел к системе фермионов так тоже система невзаимодействующих фермионов тоже волновая функция как собственная функция оператора гамильтона просто произведение но она не антисимметризована давайте его антисимметризуем и так пусть эта функция у меня будет не антисимметризованной Я перехожу к антисимметризованной функции, пишу это А, дальше вместо С пишу оператор антисимметризации, здесь N, А, и получаю Пси, А, антисимметричную функцию. Ну а дальше доказываю, что да, эта функция будет антисимметричной, проверяем, здесь я пишу Пси, А, здесь у меня А, здесь у меня А, здесь у меня N, А, равняется минус Пси, С, минус Пси, С. Почему? А потому что, видите, П на А, это минус А, П на А, минус А, минус А, вытащил, ну а дальше где остается N, А, Пси, А, а это и есть та самая антисимметричная функция, антисимметризованная, ну или антисимметричная функция. Вот, все очень просто. Ну и наконец, показать, что новая функция у меня будет, снова собственная функция оператора Гаммеда, с тем же самым собственным значением, проблемы нет. Потому что мы при этом воспользуемся вот таким соотношением, ну если оператор Гаммеда коммутирует с любой перестановкой, то он будет коммутировать и с оператором С, и с оператором А, потому что тот и другой, это просто комбинации перестановок, все возможности перестановок. Учитывая условия коммутации, мы покажем аналогично тому, как это мы делали выше, что новая функция Пси, Н, А, будет собственной функцией оператора Гаммеда, с тем же собственным значением. То есть, напишу H0 на Пси, Н, А, будет равняться Е, Пси, Н, А. Итак, мы установили, нашли процедуру симметризации и антисимметризации, причем такую процедуру, которая нам не меняет собственные значения, можно так сказать. И здесь надо, конечно, обратить внимание на множительные нормировки. Ясно, что множительные нормировки, ну он будет зависеть от того, как мы выбрали систему одночастичной функции. Вот здесь два слова надо сказать. Дело в том, что одночастичные функции, вообще говоря по умолчанию, предполагаются ортогональными друг к другу. Ну, то есть, вот эти функции ФиК, которые здесь у меня фигурированы, да, при разных К, они как бы ортогональны друг к другу, и нормированы на единичку, оболчанию. Но, знаете, вот на практике часто приходится работать с неортогональными функциями. Ну, что это означает? Ну, давайте я вам пример приведу. Вот, представьте себе многоэлектронный атом, да, тоже система Н, электрон. Берем в качестве, значит, гаммектонена H0, берем после гаммектонена системы, невзаимодействующих электронов. Тогда у нас практическая задача сведется к уравнению типа водорода, к уровню жизни типа водородного. водородного, и волновые функции, это будут те самые ФиНЛМ функции, как в атоме водорода, но только надо заряд, вместо технических взять заряд ядра. И роль индекса К будет играть набор N, L, M, ну, надо будет писать N1, L1, M1, N2, L2, L2, вот это вы должны иметь в виду. И так далее. Но эти функции, конечно, ну, так-то, когда они друг другу, мы по-другому, по-другому, мы все это знаем. Но, кстати, касается себе другую ситуацию, у вас не один многоэлектронный атом, а много, ну, то есть молекулы, или вообще говоря, какой-то кристалл, кластер или кристалл вообще, нано, кристалл, нано-кластер, ну, чтобы вы, все-таки, так, время от времени слово нано управляли. Ну, то есть нано означает размер кластера порядка десятков нано-стальников. Ясно, что, в этом случае вот эти самые одночастичные, одноэлектронные волновые функции, центрированные на разных узлах, на разных атомах, будут неортогональны друг другу. А неортогональны друг другу только на одном узле. А между узлами они неортогональны. То есть что это означает? Что как только мы к этим индексам, различающим одночастичное, одноэлектронное, в нашем случае, состояние, добавим еще индекс узла, то есть перейдем. Смотрите, как это будет выглядеть. Я перейду от набора N, L, M, Mu, вот для одного узла. Здесь Mu добавил еще спиновую пропрексию спинного момента. Если мы перейдем F, N, L, M, Mu к набору, где F, это номер узла, узел. Ну, в молекуле номер атома, фактически. То понятно, что при фиксированном F соответствующие одночастичные волновые функции будут ортогональны при различных наборах вот этих вот, этой четверки квантовых чисел. Но если мы возьмем разные F, то разные узлы, то волновые функции, ночничные, центрированные, как говорят, на разных узлах, они будут ортогональны друг другу. Хотя очень часто мы перейдемо, неордогональность, то есть степень неордогональности, она маленькая. Ну и вот перед физиками стоит такая дилемма. То ли предварительно ортогонализовать эти функции все, ну, не знаю, что же процедура есть в форме организации, по Шмидту, самая такая популярная, ну, либо работать с неордогональным базисом. Ну, вот, знаете как, физики часто очень, вообще, по этому проблему забывают, и работают с этими функциями, как будто неордогональны друг другу. Ну, иногда кто-нибудь из таких умников начинает, ну, как Махаги, вы что делать, я ниже как-то глядяю друг другу. Ну, остальные говорят так, ну, ну, мы же все объясняем. Вот как только чего-то там у нас не получится, ну, мы зато неордогональность возьмемся. То есть, в принципе, все это понимают, но очень часто, повторяю, работают с неордогональными функциями. Но помните об этом всегда надо. То есть, вы всегда должны быть убеждены, что исходный базис, базисный набор, должен включать ортогональные функции, строго говоря. Строго говоря, ну, на практике работают с неордогональными, чаще всего. Хорошо, идем дальше. Давайте посмотрим внимательно вот на эту функцию. Я ее распишу сейчас, вставив сюда вместо Пси n a, вот это произведение отличающей функции. Итак, Пси антисимметризованная функция равняется множитель нормировки, это А. Дальше я пишу сюда оператор антисимметризов, прямо так и напишу его. Это сумма ОК, n-факториал перестановок со своей базой, минус единица в степени ФиК, ПК. Ну, а дальше стоит вот это произведение, только я в нем буковку К уберу вообще, что видите, у меня теперь тут совсем перебор, наложение одинаковых букв. Я заменю К, один на один просто, К2 на 2, ну, я делаю это еще и намеренно, на самом деле, сейчас мы увидим. Итак, дальше пишу, Фи 1,1, Фи 2,2, ну и поехали, и так далее. Фи n, n. Еще раз повторяю, здесь в скобках координаты первой, второй, n-ой частиц. Набор координат пространственных спин. Скажем, здесь rn, ну вот, так, давайте я здесь напишу. Значит, это означает rn, так, ну и скажем еще сигма n, то есть сигма это спиновые координаты. Ну а здесь первый, второй и так далее. ПК, оператор перестановки, вот как выглядит эта волновая функция, антисимметризованная волновая функция. Ну, это n-фотериал слагаемый. n-фотериал слагаемый. Обратите внимание, как получаются эти n-фотериал слагаемые. Надо просто переставлять, вот в каждом слагаемом фактически у нас реализуется некая перестановка из n вот этих вот частиц. Хотя нижний индекс я оставляю без изменения. Перестановку n частиц. Ну, кстати, обратите внимание, что можно переставлять на не частицы, а вот номера состояний то же самое. Да более того, у меня такое впечатление, что здесь вот в этой записи у меня номер частицы, номер состояния все как-то стали очень похожими. Ну, по крайней мере, по записи. Но я-то хочу сказать немножко о другом. Дело в том, что вот эта запись в точности соответствует записи детерминанта матрицы. Вспомним детерминат матрицы, как определяется детерминат матрицы. Ну, правда, давайте я и запишу эту матрицу, а потом мы посмотрим вот это соответствие. Итак, я просто напишу сразу же ВСИА равняется множитель номеровки на детерминат вот такой матрицы. У нее на главной диагонали стоят вот это произведение. То есть, вернее, леди Ленин, Фи 1,1 Вот здесь Фи 2,2 Ну, и давайте здесь вот я запишу Фи, Н, Н Скобка закрывается. Так, а первая строчка этой матрицы построена следующим образом. Я беру одно и то же состояние, но сажу в это состояние вместо первой вторую частицу, третью частицу и так далее. Ну, в соответствии со столбцом. Здесь будет Фи 1,2 Ну, а здесь будет Фи 1, Н То есть, фактически я делаю некие такие замены. То есть, обмен делаю. Меняю первую частицу на вторую и так далее. То есть, не будет перестановку такой результат. Делаем. Вторая строка. Ну, если первая строка там Фи 1, во второй строке будет Фи 2 фигурирует. Фи 2,1 Видите? Здесь наоборот. Итак, я думаю, что вы уже поняли идею. Но у нас такие будет определяется номером состояния. Вот их всего. У меня N частицу, ну и состояние, N, в которой они находятся. Значит, будет N строк. Номер столца определяется номером частицы. Первая частица, вторая, третья и так далее. До N. Значит, здесь Фи 2, N. Ну, а здесь последняя последняя строка Фи N 1, Фи N 2, ну и так далее. Значит, это будет детерминат, это матрица, N на N, матрица где N число частиц. Матрица N на N, где N число частиц. Как считается детерминат матрицы? Вспомним. Значит, детерминат матрицы это фактически сумма N факториал слагаемых. Вот это уже тепло, потому что у нас здесь N факториал слагаемых как раз. N факториал слагаемых. Где, ну, можно сказать, первые слагаемые? Это просто произведение элементов на главной диагонали. Вот оно, видите, прямо здесь вот выписано. Для нас оно связано с тождественной перестановкой, то есть просто единичка. Просто единичка здесь. Но все остальные слагаемые, а все остальные слагаемые включают перестановки. Ну и действительно, посмотрите, какие элементы попадут у нас в детерминат. То есть как слагаемые в этот детерминат. Это будут обязательно произведения элементов из разных строк и разных столбцов. Вот это главные условия в детерминате. Произведение элементов из разных строк, из разных столбцов. Если мы эти произведения упорядочим так, чтобы у вас, скажем, номер строки менялся так, первая, вторая, третья, четвертая, пятая и так далее, тогда номер столбца в них будет соответствовать просто или нет, сочетание номеров столбцов в них будет соответствовать перестановке некой перестановке в последовательности 1, 2, 3, 4, 5, и то n после некой перестановки из n элементов. Причем, что очень важно для нас, здесь же видите, у вас перестановки входят со своей фазой. Напомню, что в детерминате из n факториал слагаемых некоторые входят со знаком плюс вот эти произведения элементов из разных строк разных столбцов, а некоторые со знаком минус. Как? Когда? Плюс, когда? Минус. Если перестановка из n элементов связанная с теми или иными слагаемыми четная, четная, знак плюс, если она нечетная, знак минус, это я говорю из алгебры высшей, то есть из теории матрицы. Ну а здесь у нас так и есть, видите, если перестановка пк четная, то плюс идет, если она нечетная, здесь минус идет. Ну все как в этом выражении. То есть я могу утверждать, что да, действительно, вот эта комбинация, джентфартериал слагаемых, это фактически детерминат нашей матрицы. Детерминат нашей матрицы. Этот детерминат носит название детермината слэйтера. Я по-английски наношу его. Слэйтер. Ну а по-русски его кто как пишет. слайдер 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 такой вариант больше понравится можете найти любовь по поясе кстати до сих пор мы ни слова не сказали принципы паури при по принципу паури я могу так сказать что на самом деле требования антисимбричности волновой функции в системе одинаковых фермионов это более такой фундаментальный принцип чем принципа ури принципа урина следствие на самом деле сейчас мы видим что это всего лишь следствие ну да действительно посмотрим вот на примере нашего детерминанта представьте себе что какие-то две частицы попали в одно и то же состояние ну скажем первая вторая частицы попали в одно и то же состояние это зашло за четко что фи 1 и фи 2 у вас одинаковые состояние фи 1 и фи 2 одинаковые ну тогда это автоматом означает что две первые строки будут одинаковые в этом в этой матрице но опять же возвращаясь к лучшей алгоритме мы знаем что терминант матрицы у которой два любых столбца или две любые строки совпадают равен нулю а что значит ноль для функции означает что такое состояние реализуется мягко выражать это не физичное состояние грубо говоря и так из требования антисиметричности волновой функции мы фактически получаем принципа улик принципа улик сейчас давайте принципа улик еще раз формулировать два фермиона не могут находиться в одном и том же одночатичном состоянии два фермиона но не могут занимать одно и то же одночатичное состояние оккупировали два фермиона не могут занимать одно и то же одночатичное среду 2 3 более 5 10 естественно скажем одночатичном состоянии может находиться не более одного фермиона другими словами каждое одночатичное состояние я разные формулировки проговариваю принципа паули другими словами каждое отличное состояние в системе фермиона а либо пустое то есть не заняты либо однократно заняты вот это тоже формулировка принципа паули видите как все формулировки они как бы эквивалентны но вот разная формулировка она иногда указывает некие пути развития вот этой формулировки числах заполнения для системы фермионов число заполнения либо 0 либо 1 число заполнения одночатичного состояния для фермионов либо ноль либо один вот вы получили вывод кстати для бозонов лица попал и нет с вами выше говорили что все бозоны могут сесть в одно и то же одночатичное состояние если это состояние соответственно и меньше энергии вы получаете после конденсат после черточка конденсат вот такая ситуация с бозонами не фермион мисс вот я бы сказал так что прежде всего в атомных и ядерных системах вот это идея терминанта слоя это описание многочатичное состояние через терминант слоя это она многие многие годы фактически ну была как неким руководством действий при расчетах много частичных много электронных прежде всего состояния я не готовность стоять я могу сказать из своей практике когда научились на самом деле много электронных атомах все писали сложные терминанты для разных там состояния и так далее для разной конфигурации электронных вот вы в атомной физике что-то подобное делать иногда весьма удовлетворительная процедура но представьте себе огромное число одночастичных состояний и огромное число разный конфигурации я хочу сказать о своем шефе всякого русского человека лень иногда двигатель двигателя прогресса является вот у него шеф заставлял его и вот тогда шеф решил там где-то что-то поискать и так далее нашел статьи статья эти статьи были в войну изданы опубликованы где-то самом-то деле была предложена некая другая методика расчетов вот на таких много частичных состоит это методика она включала теорию групп теорию и методы вторичного планования так вот теории групп и методы вторичного планования или на самом деле оказались наиболее такими плодотворными методами работы вот с много частичными но прилично с много электронными состояниями в атома и много ну пловными состояниями в январе итак и сон дальше мы до принципа пауэль забрать и идем дальше следующее можно сделать спин и перестановочная симметрия . обменное взаимодействие спин и перестановочная симметрия . обменное взаимодействие ну вот начнем с раздела о связи спина с перестановочной симметрией ну во-первых я уже сказал что фермион это частицы с полу целым спином но когда я говорю спины перестановочной симметрии я имею ввиду еще и следующий факт и дело в том что в системе n скажем фермионов у вас спины отдельных фермионов они как-то складываются в суммарный спиновый момент вот суммарный спиновый момент как складывается ну по правилу трубой никому и возможно изучение суммарного спина пара можно найти электронов ему 3-й там спин добавляем опять правил угольник и так далее и так далее понятно что в общем случае спина в системе n фермионов скажем при четном n будет меняться от нуля до n пополам значит спин в системе n фермионов спин в системе n фермионов будет меняться ну дальше мы посмотрим про фермионы говорить итак n фермионов с маленьким спином 1 2 скажем да то тогда полный спин с квантовое число с будет меняться от нуля до n пополам ну то есть он пополам это просто все не сложились параллельно грубо говоря спидой это минимально возможное значение для пары так сложились там две четверки они зачали что так пара так пара или так пара также и вторая пара и так далее ну если у вас обратите внимание на маленький факт если n нечетно н нечетно то как будет меняться спин и так вот это вот н четный н четно а если н нечетно тогда полный спин будет меняться от 1 2 до пополам снова ну если н нечетно у вас полуцелый будет и максимальный спин полуцелый и минимальный 1 2 конечно вот это вот очень немаловажная деталь то есть представьте себе что в одном случае у вас возможный возможно вообще не магнитные без спин и мое состояние с полным спином 0 а во втором случае такого нет невозможно то есть ведь и при нечетном у вас двукратное вырождение будет сохраняться двукратное вырождение будет сохраняться всегда есть только внешний магнитное поле вы не включите тогда у вас это двукратное вырождение снимется на счет эффекта заимана потом в отсутствие в отсутствие внешне магнитного поля для системы с нечетным числом фермионов со спином 1 2 так у вас всегда остается как минимум двукратный выражение ну может быть и четырехкратный так шестикратный но как минимум двукратный выражение это очень важный факт так идем дальше рассмотрим с вами так называемые схемы юнга так маленький подраздел схемы юнга давайте договоримся что перестановочная среди она относится строго говоря только полный волновой функции то есть полная волновая функция которая описывает зависимость как от пространственных так и от спиновых координат в системе скажем электрон ну а в общем случае ведь обратите внимание что полная волновая функция все я и так запишу условно который зависит от координат и пространственный координат и спиновый так запишу это пространственные координаты а дальше спиновые сигма 1 сигма 2 и так далее сигма в отсутствие спин орбитальной связи в отсутствие спин орбитальной связи эту волновую функцию можно представить просто виде произведения функции зависящие от пространственных координат r1 r2 rn на функцию зависящие от спиновых координат сигма 1 сигма 2 сигма н почему так можно сделать это ведь означает разделение перемен ну действительно если ваш гаметониан не содержит спиновых переменных спиновых оператор то тогда действительно решение собственной функции его может быть записано в виде произведения функции завися от координат на спинную функцию чем что интересно что поскольку во сколько у меня в аппарат реганику на спиновых переменных как бы нет то и энергия казалось бы не должна зависеть от значения спина значение имеется виду полного спина системы но как мы увидим ниже это далеко не так повторяю при без спинного операторе гаметона и так произведение орбитальной на спиновые функции но требования антисимметричности накладываем на полную функцию пси то есть именно полная функция ведет себя так п и идет на пси равняется минус пси полная функция означает это означает что отдельно орбитальная отдельно спиновые функции они не обязательно должны быть антисимметричными по отношению к перестановке любых частиц например вот это будет выполняться и посмотрите когда например функции фи не меняется при перестановке любых двух частиц ахеет менять то есть пусть хи антисимметрично полностью да а это полностью симметричным вот тогда как будет работать людям alright пусть в вас фильм полностью аттисимметрична ахеет все полностью симметричны ну также полностью этой человеку перестановки любых зубы то есть есть варианты но есть еще более хитрый вариант и смотрите пусть у вас функция фи по перестановки ну скажем первую половину опрошены слов первых половины частиц она симметрична а отношении к перестановке второй половины частиц она антисимметрично но тогда функции х и функции достаточно вести себя с точностью до наоборот по отношению к первой половине будет антисимметрично по отношению к перестановке среди второй половины частиц симметрично и опять же произведение будет антисимметричной функции то есть это означает что на самом деле требования антисимметричности полной функции вообще не докладывает жестких таких вот ограничений однозначно ограничений на тип перестановочной симметрии отдельно спиновая отдельно орбитальной функции но самое главное что эти функции должны обладать неким таким противоположным характером перестановочной симметрии то есть по тем частицам по которым эта функция чёрно симметрично это должна быть антисимметричный наоборот но тем не менее требование полной антисимметричности все-таки накладывает не жесткие но тем не менее ограничение до накладывает это означает что тип перестановочной симметрии орбитальной спиной функции может быть относительно разным давайте рассмотрим все возможные случаи кстати обратите внимание посту что поскольку поскольку у вас произведение всегда антисимметрично тут нам достаточно рассматривать перестановочную симметрию ну скажем отдельно спиновой функции или отдельно орбитальных функций ну давайте начнем со спины функций и так анализ типов перестановочной симметрии спиновой функции но не только что сказал что по части частиц функция может быть симметрично а по части антисимметрично вот это предположение лежит в основе предложенного юнга метода классификации типов перестановочной симметрии который получил название метода схем юнга и так метод схем юнга или просто схемы юнга поехали в схемах юнга каждой частицы ставится в соответствии клеточкой с указанием номера частицы или номера состояния номера состояния ну для фирменов со спинами 1 2 по умолчанию говорить о фирменах со спинами 1 2 значит номер частицы либо номер состояние тип состояния но фактически это для фирменов это два варианта только либо стрелка вверх либо стрелка вниз это будет означать я спиной функции говорю это будет означать что здесь проекция спинного момента люк плюс 1 2 ну а здесь минус 1 2 ну либо номер частицы вы пишите далее клетки соответствующие частицам упорядочиваются строки и столбцы строки столбцы волновая функция в данном случае повторяю речь пойдет о спинной функции хи а спинной функции волновая функция считается симметричной по отношению к перестановке частиц попавших в одну строку схемы юнга в одну строку схемы юнга это вот что отличает вот я беру например три частицы три клетки первая частица вторая частица третья частицы первая вторая третья так вот по отношению к перестановке частиц которые попали в одну строку схемы юнга волновая функция считается я что сказал симметричной симметричной по отношению к перестановке частиц попавших в один столбец схемы юнга волновая функция считается антисимметричной ну дайте я добавлю сюда четвертую часть вот такая схема юнга скажем для четырех частиц что означает эта функция симметрично относительно перестановки частиц 1 2 3 и антисимметрично относительно перестановки частиц один четыре два четыре три четыре почему ну а так как она строке это у меня полная симметрии да еще вот эта вот клетка могу сюда отсюда все равно то есть мы начинаем говорить о эквивалентной схемах юнга эквивалентной схемы юнга данном случае вот еще варианты эквивалентной схеме юнга 1 2 3 4 вот кстати здесь можно номера частиц в одной строке переставляйте сами волновая функция же у вас симметрично у меня конечно схема юнга вот такого типа 1 2 3 4 это все эти варианты схемы юнга то есть из них можно одну вот скажем такую взять еще раз волновая функция соответствующая вернее волновая функция по отношению перестановки частиц попавших в одну строку считается симметрично попавший в один столбец считается антисимметрично давайте маленькую теорему такую сформулируем число строк число строк спиновой схеме юнга не может быть больше двух не может быть больше двух ну давайте вспомним о том что вместо номера частиц я могу писать номер или состояние квантовые числа данном случае стрелки вверх-вниз и спине 1 2 вот смотрите я начинаю рисовать лучше другую схему нарисую вот я начал рисовать схему юнга соответствующую антисимметричной функции раз-два-три раз-два-три вот бегать я стрелки нарисую рядышком то же самое в стрелка стрелка вверх уверен у меня есть волновая функция антисимметрично да вот здесь стрелка вверх не может быть потому что иначе речь идет пойдет в одинаковых состояниях но еще полная функция считается антисимметричен в этом я вынужден эту стрелку нарисовать вниз а третью стрелку куда я нарисую вверх или и все равно уже нет не пойдет то есть на самом деле это схема юнга не работает то есть схемах юнга скидовый схемах юнга не может быть больше не может быть больше двух строк очень важно с 8 дело в том что вспомним что у нас сильнее перестановочные орбитальные и спиновые связаны жестко связаны требуем антисимметричности полной функции что-то за чем спинаю функции точнее говоря схема юнга и соответственно не может быть не может иметь больше двух строк значит орбитальная функция главное такое что соответствующие схема юнга не должна иметь больше двух столбцов двух столбцов то есть ясно что у вас всегда схема юнга соответствующая спину спиновой части х и орбитальной части они отличаются транспонированием то есть если у меня это схема юнга соответствует спиновой функции то для орбитальной функции она так должна выглядеть 1 2 3 4 вот тогда видите что получится у вас по перестановке частиц 1 2 3 спиновая симметрично орбитальная антисимметрично ну а по отношению к перестановке 1 4 2 4 3 4 наоборот то есть вот такое сочетание схема юнга для спиновой функции орбитальной на честь и так это фи как раз обеспечивают антисимметрично с полной волновой функции кстати требования о которых мы говорили 2 2 строки не больше схема юнга скину это фактически принциповый со фактически требование принципа павли действительно критин помещая вот сюда частицу еще туда со стрелкой вверх или вниз мы что делаем мы фактически нарушаем эти паули помещая частицу в то же самое состояние что и скажем 3 частицу тоже состояние что и частица номера либо два либо один мы нарушаем принципа у это можно сказать что принципа у и практически ограничивает число строк спиновых семах юнга двойки но теперь относительно возможных значений спина полного спина и соответствие полный спин схема юнга ну давайте рассмотрим самые простые схемы юнга я повторяю речь идет о спиновых схемах юнга и так нарисую то же самое в стрелках теперь в стрелках ниже то же самое в стрелках рисует левая схема здесь стрелки в разные стороны у либо так либо в одну сторону либо навстречу друг другу либо в разные стороны это эквивалентной а справа справа невозможны три варианта посмотрите обе стрелки вверх дальше стрелки в разные стороны и стрелки обе вниз ну вы скажете что вот эта вот схема как она может соответствовать симметричной функции да нет проблем три варианта возможность есть при доченье как и стрелочек да вот видать посмотрим возможное значение спина для пары электроны со спинного на мы знаем что если два складывается спина по одной второй суммарный спин либо ноль либо единицы либо ноль либо единица если ноль полный спин значит проекция полного спина всегда ноль если спин единицы проекция полного спина принимать три значения плюс один стрелки вверх минус один стрелки вниз и ноль то есть ясно что вот эти три состояния три состояния мы связываем со спином единица и с проекциями м плюс один ноль ноль минус один и полный спин единица но азиспин 0 конечно спин 0 то есть мы таким образом связали схему юнга со значение полного спина по это случай н равняется 2 он какой-то более такой детский такой простой давайте чуть посложнее возьмем случае это равно 3 вот такая картина это равняется 3 кстати какие значения спины здесь возможны 1 2 3 2 1 2 таки все 1 2 3 2 все больше вариантов нет итак смотрим рисую спиновые схемы итак варианты 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 так у нас стрелки сразу будет рисовать значит здесь стрелки обязательно в разные стороны здесь стрелка либо вверх либо вариант эквивалентный вниз вниз ясно что вот эти две эквивалентные схемы юнга они соответствуют спину полную спину 1 2 здесь два варианта всего проекции возможны два варианта почему потому что в пределах от этого столбца у вас всегда полная компенсация проекции спины двух частиц соответствующих да он может либо вверх либо вниз спина на 2 ну и теперь вторая схема юнга для тройки вот она ну я слышу здесь больше больше вариантов нет почему потому что варианты вот такие например эту клеточку сюда перенести но мы с вами говорили что это вообще говорят эквивалентный схемы юнга эквивалентный здесь варианты ну все стрелки вверх так ясно что это проекция полного спина три вторых с плюсом плюс три вторых да дальше два варианта еще будет где у вас пара компенсировать пара компенсированных спинах но скажем вверх-вниз да а здесь вверх а здесь вверх-вниз то есть на проекции м равняется плюс одна вторая минус одна вторая ну и наконец все стрелки вниз все стрелки вниз м равняется м равняется минус три вторых то есть это схема юнга связывается с полным спином три вторых вот тоже самое можно продолжать дальше мы можем некое утверждение сформулировать хотя бы его как вы видите пытаемся по показать например но я думаю что пример эти показатели мы можем утверждать что каждый типом схемы юнга а значит и стима перестановочной симметрии спины в горбитальной функции повторяю что они связаны жестко связан определенный с полной спины полного спины системы и так с каждым типом схемы связано определенное значение полного спина то есть фактически мы связываем значение полного спины системы идти перестановочной симметрии спины или орбитальной функции спины но можно говорить спины и орбитальной функции повторяю что при этом полный функция всегда антисимметрично будет и напоминаю что у вас на самом деле схемы юнга для спины функции и орбитальной функции отличается всегда транспонирование замены строк на столбцы и наоборот вот это очень важно смотрите что получается со значением полного спина мы связываем тип перестановочной симметрии спиновой функции а значит и тип перестановочной симметрии орбитальная а значит и вид орбитальной функции но если и питание функции зависимости от полного спина системы разный будет тогда наверное энергия энергия собственно начали оператора гаммингтона который кстати от спины никак не зависим наверно будет разные если орбитальные функции разные страны такой выбор то есть гаммингтоньяне спина взаимодействия никаких не включили но через перестановочную симметрию перестановочная симметрия орбитальной функции значит ее вид теперь связался с озвучением полного спина а значит мы вправе ожидать того что полная энергия системы начнет зависеть от полного спина даже и без скину операторе гаммингтона вот удивительное следствие учета перестановочной симметрии вот эту зависимость полной энергии системы от полного спина системы связываем с так называемым обменным взаимодействием обменным взаимодействием вот мы сейчас с вами рассмотрим эту зависимость на простом примере n равняется 2 и получим то что называют гейзенберговским обменным взаимодействием и так рассматриваю случайно равняется 2 и вот аккуратно все проделывает возможность значения спины наша задача посмотреть а как это реально полная энергия начнет зависеть от полного спина при без скину операторе гаммингтона я возьму следующим образом это будет у меня две частицы всего h1 плюс h2 h1 плюс h2 это гаммингтония в один два в один два взаимодействия между частицами в самом простом случае в самом типичном случае вообще в случае практически без исключений по 1 2 для электронов и квадратная кулоновское взаимодействие и давайте посмотрим как раз два состояния со спином ноль синглент со спином единица триплет наша задача найти энергии спина спинного синглента и спинного триплета энергии ну поехали считать ничего первых для этого нам что нужно нам нужно найти орбитальные функции для синглета и триплета и так смотрим синглент полный спин ноль триплет триплет полный спин единица синглент полный спин ноль спиновая функция синглета давайте выпишем спиновая функция синглета но мы только что видели что при спине ноль а вот и на футболизе при спине ноль полная функция должна быть антисимметричная в отношении присылов к другу частиц антисимметричный ну давайте просто запишем эту функцию для спиновую функцию и так хей спиновая функция 1 2 полный спин ноль значит можно здесь написать 0 и 7 лет или удать полный спин ноль напишу так внизу как она будет определяться ну мы можем очень просто сделать с глядя на эту картинку мы видим что здесь два состояния и дал представлены значит скажем первая частица цене на вторая там ну или наоборот здесь конечно все схема но можно по-другому сделать давайте мы обозначим вот эти две функции соответствующую спину вверх и спину вниз значит спин вверх обозначение а спину вниз обозначение дал так или стандартное обозначение альфа и бета функция альфа и бета вот практически во всей литературе волновая функция содержим проекте спина вверх плюс 1 2 обозначается альфа ну а скажем в литературе можете вот эти обдаун встретить где-то там на семинарах презентациях всех городов ну и для спина для проекте спины минус 1 2 обозначение бета ну ясно что здесь вы должны взять произведение функции альфа на бета смотрим сюда они альфа 1 на альфа 2 если возьмите альфа 1 на альфа 2 мелкие обе вверх альфа симметричность поэтому можно было бы так написать ножки на нумеровке дальше оператор альфа симметризации на произведение спиной функции для 1 2 но какие надо взять функции берете либо альфа на бета либо бета на альфа ну давайте возьмем альфа 1 бета 2 ну то есть вот я беру вот именно вот такую картинку но аккуратно учитывая что это должна быть антисимметричны то есть я учитываю что на самом-то деле за этой схемой юнга вторая стоит еще схема эквивалентной ей где стрелки надо сменить наоборот это у меня сейчас автоматически произойдет пишу дальше разница оператор антисимметричной цех паре или лица минус управителя снова оператор симметризаца residency plus ну и вот подставили сюда это легко догадаться будет единица на корень из двух это будет делиться на корень из двух альфа 1 бета 2 минус альфа 2 бета 1 вот как выглядит вот как выглядит эта функция но она действительно переставьте местами 1 и 2 просто это славяем уйдет сюда и государства поменять а как будет выглядеть орбитальные функции орбитальные функции ну для этого нам нужно все-таки какие-то предположения сделать давайте предположим что у вас речь идет о орбитальном состоянии которое описывается функциями одночастичными фи-1 и фи-2 фи-1 и фи-2 то есть вы рассматриваете некое орбитальное состояние где скажем частица занимает состояние либо фи-1 либо фи-2 одночастичное состояние фи-1 и фи-2 могут совпадать могут различаться пока это не важно давайте без ограничения общности предположим что функции фи-1 и фи-2 ортогональны друг к другу повторяю что в принципе это не всегда работает для просадки вот так положим тогда фи соответствующий синглету тоже так 12 как будет выглядеть у надо что сделать если эта функция у меня антисимметрично то орбитальные орбитальные функции мы симметричным должны взять так чтобы произведение было антисимметричным но я пишу так то же самое только теперь замены как бы альфа-1 это фи-1 бета фи-2 ну и вместо минусов плюс бюро тоже не нужно ведь не смеет а симметричным итак это будет единица на поле внизу дальше аккуратов симметризации на фи-1-1 фи-2-2 ну а дальше можно расписать это будет делиться на корень 2 фи-1-1 фи-2-2 плюс фи-1-2 на фи-2-1 вот так вот переставьте местами ну кстати вот то что здесь написано это 3-го слайда построенный на матрице вернее терминант матрицы типа в первой строке будет альфа-1 альфа-2 во второй бета-1 бета-2 вот какой-то терминант посмотрите точность наше выражение это вот если мы там и построили функции так для триплета чем разница для триплета спинная функция для триплета их три надо строить так 3 мы смотрим на картинку вот они эти картинки и прямо строим схеме емко то есть в райциске на плюс один соответствует произведение альфа-1-2-2-1 на бета-2 и такая функция будет симметрична по отношению перестановки а здесь нужно взять альфа на бета комбинацию обязательно да но симметризовать аккуратно но это будет точностью то же самое только со знаком плюс для триплета орбитальные функции но если я спинная функция для триплета берут всегда симметричные то нужно брать антисимметричный разница в чем будет вместо плюса минус пойдет вот мы с вами некую заготовку для расчета сейчас энергии состояние с полным спином 0 и с полным спином единицы подготовили ну а уже в следующий раз мы закончим когда я себя ограничил размером одного моего монитора и начал компактно писать мне их не задержь